ДИСКЛЕЙМЕР 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 ДИСКЛЕМЕР ДИСКЛЕМЕР Что ж и вновь, и вновь с вами я, Зеда Назавар, и я начинаю 22-ю часть игры в Спин Тайрис. Как оказалось, я поехал не туда, там какая-то, какой-то пруд, озеро небольшое. Теперь я возвращаюсь и поеду к тому подъему, и потом назад, как я ехал, посмотрю, и может быть приеду туда, куда ехал, а может быть даже у меня с полным приводом, тогда я был без полного привода, не включал его, я поднимусь на эту гору, это возвышение, этот склон, преодолею. Так, и так, что же, надо немного ровнуться, правда я уже 32 урона, плюс еще получил, было 2 урона, так, 63 уже, в общем, так, ну что ж, возвращаемся назад и пытаемся вернуть, восстановить события прошлой поездки, как я тогда делал какие действия и все такое, возвращаемся назад. Возвращаемся и ничто, так, ну все вроде, развернулся я назад, так, что, так, теперь наверно налево, да, налево, так, еще урона от камней получил, еще, так, нет, на столько, так, уже вторая передача неплохо, Так, вот этот подъем, его сразу же видно, было очень трудно в прошлый раз его преодолеть, а теперь все отлично будет, я думаю, что-то мне уже не кажется таким высоким, я сейчас посмотрю. Так, я уже почти сотню литров потратил, в принципе, и не знаю, хватит, но я преодолел, так сказать, диаметр, диаметр, да, всей карты, и получается, мне еще столько же надо будет преодолеть, но я не знаю дороги, так что, я знаю, хватит для меня бензина. Уже километр я проехал, в общем, да, так я и говорил, раза в два меньше, быстрее, меньше проеду, чтобы, так, вот, что ж, вот тут дорожка, правда, она немного, нескосок идет. Ну, сейчас посмотрим, куда я выйду, мне казалось, оказалось на один момент, что я где-то видел, там, деревья, дрова, дрёвна, струблены, или мне токоль, токоль, только показалось, да, вроде как. Так, так, где я, давайте-ка, давайте-ка, так, куда мне, направо, нужно направо, и, 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 ну, да, 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 уважаемые подписчики и зрители, я нашел, снова лесополал, быстрее, намного, пошел всего лишь день, а, нет, была же ночь, так я так-то довольно быстро приехал, а там я мучился, пытаясь заехать куда-то, так, блин, я сейчас в деревьях еще застряну, вон там проезд есть, там давайте на него поедем. Ручник мне помогает, чтобы слишком, чтобы не уезжать туда, куда мне не нужно, я торможу, перевожу, там, передачу переднюю делаю, колеса ставлю в нужное положение, и все становится отлично просто. Я за это время никуда не укатываюсь, мне опять дерево лишается. Так, сейчас главное не врезаться в эти бревна спиленные, то урона уже сто, мне не нужно, даже половина. Так, вот уже надпись, только что, если лесополал, так, замечательно, когда куда-то приезжаешь здесь, куда нужно. Причем, когда быстро приезжаешь, так, 387 литров топлива у меня осталось. Так, теперь нужно аккуратненько, врезаясь, проехать между этими деревьями. Мне опять в этом же поможет ручник. Вот он лесополал. Сейчас мы заедем, правда, здесь рядом с лесополалом дорога вся раздолбанная. Ну, сейчас посмотрим. Ну, сюда должно быть, потому что короткие бревны нужны для коротких бревен платформа. Так, останавливаемся и изучаем. Смотрим и радуемся, когда накладывают так, длинные бревна. Для длинных бревен нам необходимо установить удлиненный распуск. А, удлиненный распуск. А, я тогда приехал с платформой лесовоза, но этого было просто недостаточно. Она нужна была, но недостаточно. Нужен был еще удлиненный распуск, чтобы... Как это, длинные же, чтобы поддерживал. Длина самого автомобиля недостаточно была, и поэтому должен был распуск. А нет, кажется, там 6 раз поставить нужно. Ну, в общем, я установил себе бревна. Не знаю, вываливаются ли они здесь. Если вы знаете, пишите в комментарии, чтобы я знал. Но... Просто так. Мне нужно... А, вот это, кажется, дорога, которую я не мог там в одном месте преодолеть. И она вела быстрее... Ну, не быстрее, скажем так, безопаснее немного на лесоповал. Да, и теперь мне нужно на нее, и там уже дальше... Будем уже изучать дорогу, потому что дальше я не знаю. В основном. Куда она меня приведет? Ну, знаю только, что нужно держаться по краю, по правому. Ну, не по правому, по краю, короче, должна держаться. Это когда-нибудь я выведу. Точно так же, как лесоповал, находится, можно сказать, на берегу моря. На склоне, как на море. Или океана, я не знаю. И также там находится... Также размещается, наверное, пилограма. Я еще ее не достигал. Ни разу. Тогда, возможно, вы скажете, что рамок. 22 выпуска, еще не разу не достиг. Но играю я, скажу вам, в четвертый раз только. Кажем, пусть по 10 минут. Ну, не считайте уже сами. Да, точно, это та самая дорога. Вот в этом, этот поворотик я так не смог преодолеть. Но сейчас я по-любому его смогу преодолеть, так как с горы это лучше у меня получится, я думаю. Застрять у меня сейчас не получится, так как я изучил. Это самая механизм, так сказать. Ну да, я в правильном направлении. Нужно у него и держаться. Не сворачивать никуда. А то окажется, что я поехал не туда, как так же, как оказалось в конце прошлого выпуска. То, что я заехал. Мне вообще в другую сторону надо было. Но я думал, что там находится адрес. Да, вот. Как замечательно объезжать этот трудный момент. С другой стороны. Без всяких проблем. Вот это вообще самое главное счастье в этой игре. Так, не надо гнать с горки. Я думаю. Потому что, во-первых, урон, во-вторых, там и лужа, вода там. А я её не люблю. Ну что ж, вот на этом моменте, когда я пока объезжаю в воду, главное в дерево не врезаться, я, пожалуй, вам не скажу. Всем пока. До свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки, заглядывайте в описание. Там есть много интересных ссылок. Ждите завтра нового видео. Не по этой игре. Это несколько дней продолжение будет. А теперь мне нужно выяснить, куда ехать. Всем пока.